Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все наши поступки возвращаются Все в этом мире закончится Счастье закончится Трудности закончатся Красота закончится Богатство закончится Жизнь закончится Власть, сила закончится Существование этого мира закончится Когда верующий вспоминает об этом Это его подталкивает Не делать упущения В предписаниях Аллаха Субханаху Вата'аля Вот что символизирует для верующего И должно символизировать окончание года Это то, что Что же я еще не успел сделать Или что я обещал себе Аллаху, своим близким Что я сделаю в этом году И если он этого не сделал Чтобы быть справедливым Достойным своего слова Следует выполнять обещанное Как посланник Аллаха Салли Аллаху Алейху Салли В хадисе сказал Тот, кто дал обет А слушается Аллаха То пусть его не выполняют А тот же, кто дал обет Повиноваться Аллаху То пусть он его выполняет Если ты обещал то, что является Незапретным Тогда ты должен это выполнить И не быть тем Который бросает свои слова на ветер Ведь мусульманин Это тот, который говорит И выполняет А не тот, который говорит И пропускает это Мимо своих ушей А также Мы сегодня находимся В период времени Когда общество В котором мы живем Светское Светское Религиозное Неважно Они празднуют Окончание года И празднуют Начало нового года Праздник, который Именуется Новым годом Каково отношение Ислама И мусульман Должно быть К этому празднику Отношение Ислама И мусульман К этому празднику Должно быть Никакое отношение Ислам Не одобряет Данный праздник Ислам Более того Запрещает Празднование Нового года Не просто Запретом А это Приравнивается К ширку К многобожию Каким же Это образом Во-первых Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Когда прибыл В Медину У ансаров Жителей Медины Было очень много Праздников Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Сказал Аллах Вам заменил Эти праздники Двумя лучшими Праздниками Это Рамаван И Курбан И поэтому У мусульман Не существует Другого Иного праздника Кроме как Этих Двух Религиозных Праздников Также Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Сказал Ман Ташаббаха Би Каумин Фа Хуа Мин Тот Кто Уподобился Какому-либо Народу Он из них Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Сказал Придут времена Когда Вы будете Следовать За народами Нога В ногу И если Даже Они Зайдут В пещеры Или В норы Ящериц То вы За ними Туда Зайдете И тогда Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Спросили О посланник Аллаха Кто же Эти народы За которыми Мы будем Так ему Подобляться И следовать Им Это Иудеи И христиане Тогда Посланник Аллаха Салли Аллаху Алихи Ва Салям Сказал А кто же Еще Это Говорит О том Что Мусульмане Будут Перенимать Из Других Религий То что Не является Из Религии Ислама Практиковать Это Соблюдать Это И пытаться Это Иной Отстаивать Этот Праздник Символизирует Собой Множество Обрядов Которые Человек И порой Не замечает Эти Обряды Поклонения Существуют В Исламе Например Писать Письмо Деду Морозу Загадывать Желание Это Ничто Иное Как Дуа И Надежда На Кого Либо Помимо Аллаха Субханаху Ата'аля Это Обучение Детей Обучение Детей Тому Чтобы Ребенок С детства Надеялся На Кого Либо Помимо Аллаха Ждал И Уповал Ребенок Пишет Письмо И Отправляет Непонятно Куда Вымышленному Персонажу Который Не Существует Ребенок Пишет То Что Он Желает Из Этого Мирского А Порой Он Просит У Него То Что Способен Сделать Лишь Аллах Он Просит Говорит Исцели Мою Мать Исцели Моих Больных Если Он Сирота Он Говорит Верни Моих Родителей И таким Образом Дуа Мольба Помимо Аллаха Кому Либо Является Ширком А Также Надежда Упования Является Ширком На Кого Либо Помимо Всевышнего Аллаха Аллах Говорит И Уповайте На Аллаха Означает Только Лично Аллаха Если Вы Являетесь Верующими Да Человек Может Сказать Ребенок Просит У Деда Мороза Конфеты Подарки Это то Что Из его Возможности Большая Проблема В том Что Он Просит У Вымышленного Персонажа Того Кто Рядом Не Существует Не Находится Рядом Не Слышит Его А Если Родители В конечном Итоге Покупают Эти Подарки То Они Обманывают Его С самого Детства Чтобы Он Не Знал Кто Такой Аллах И Вот Поэтому Дети Вырастают И Не Знают И Говорят Родителям Я Никогда Не Видел От Вас Благо Потому Что Те Подарки Которые Они Покупали Сами Они Их Дарили От Имени Кого То Какой То Снегурочки Деда Мороза Так Такие Обряды Как Обход Вокруг Вокруг Ёлки Это Ничто Иное Как Тауав Когда Обходят Дети Собираются За руки Обходят Вокруг Ёлки И Зовут Прихода Дедушки Мороза Вместе С Снегурочкой Это Аибада То Тауав Это Поклонение И Тауав Вокруг Чего Либо Иного Это Ничто Иное Как Ширк Можно Встретить Людей Которые Говорят Это Безобидный Праздник Нет Ничего В нем Такого Нет Основа Этого Праздника Это Религиозно Идеологическая Основа Потом Он Приобретал Разные Краски И Сегодня Мы имеем То Что Мы Имеем Но Его Основа Является Религиозно Религиозный Праздник И Если Даже Сегодня Он Стал Нерелигиозным А светским То В нем Есть Действия Которые Непременно Нарушают Ислам Противоречат Нормам Ислама Всевышний Аллах Субханаху Ата'але Говорит Аллах Говорит Сегодня Я завершил Для вас Вашу Религию Завершил Милость К вам И Доволен Лишь Исламом Означает Аллах Примет От человека Лишь Ислам В том Виде В котором Он Был Ниспослан Посланник Аллаха Салли Аллах Алейх Салли Хадис Ата'айш Ради Аллах Анха Он Говорит Ман Амил Амал Лайс Алейх Амру На Фа Рад Дун Тот Кто Совершит Деяние На Которое Не было Нашего Указания Оно Будет Отвергнуто Это Означает Что Если Человек Будет Совершать Деяние Из Религии Из Поклонения То Что Относится К Поклонению То Человек Его Деяние Будет Не Принято И Второе Оно Будет Отвергнуто Аллахом Субханаху Ата'али И Человек За Это Понесет Ответственность Перед Аллахом Человек Может Сказать Какого Отношения Праздника К Исламу Или К Поклонению Поклонение Является Ибады Является Поклонением Праздник Является Поклонением В Исламе В Шариате Праздник Означает То Что Возвращается Ежегодно Либо Ежемесячно Имеет Одну Дату И Повторяется Всячески Это Называется Праздник И Празднование Этого Повторяющегося Дня Является Поклонением И Поэтому Если Мусульманин Празднует То Что Повторяется Ежегодно То Что Не Является Из Предписаний Ислама Он Тем Самым Противоречит Нормам Ислама Как Минимум Он Зарабатывает Грех Совершив Нововведение Максимум Он Совершает Ширк И Это Выводит Его Из Ислама И Поэтому Когда Мы Живем В Обществе Где Вокруг Нас Это Праздник Радость Счастье Для Них Оно Должно Быть Для Них И Мусульманин К этому Отношения Никакое Не Должен Иметь Ни Поддержкой Ни Поздравлением Ни Празднованием И тому Подобное И Поэтому Самый Большой Подарок Самый Ценный Подарок Своему Ребенку На Новый Год Родитель Может Подарить Ему Знание Истины Объяснить Ребенку Что Это Не Праздник Это Обман Детей Что Этого Деда Мороза Не Существует Это Выдуманный Персонаж Снегурочка То Тоже Самый Выдуманный Персонаж Подарки Дарят Родители Или Какая Либо Третья Сторона И Что Это Что Этот Праздник Не Мусульманский Праздник Это Лучший Подарок Твоему Ребенку На Новый Год Они Считают Что Я Мусульманин Я Хожу На Дюма Я Читаю Намаз Ну Поставлю Ёлочку Для Ребенка Ведь Он Ходит В садик В школу Ему Нравится Ничего Особого Просто Для Красоты Ёлочка Просто Ничего Не Бывает Это Ребенок Каждое Твое Действие Это Укоренение У него Чувств Впечатлений То Что Остается И Зарождает У него Радость Либо Оставляет Отпечаток Завтра Когда он Вырастет Он Будет Смотреть На Этот Праздник Или У него Будет Просыпаться Теплые Чувства О Детстве И тому Подобное Тем Самым Это Будет Подталкивать Его Быть Холоднокровным Либо же Наоборот Соучаствовать В этом Празднике Тот Ребенок Который Никогда Не знал Что Такой Этот Праздник То Когда он Вырастет Он Ему Будет Так же Безразличным Взрослое Поколение Которое Сидит И застан Эти Праздники Спросите Себя Когда вы Смотрите На эту Ёлку У вас Какие-то Хорошие Воспоминания Приходят Да Человек Говорит Самые Прекрасные Воспоминания Это Садик Детство Игрушки Счастье Подарок Вот Она И Поэтому Мусульманин Должен Беречь Ислам И Беречь Ценности Ислама То Что Из Ислама Он должен Сказать Это Из Ислама А что Не Является Из Ислама Он должен Оставить Его Открытым Истинной Для Других Сказать Что Это Не Из Ислама И Не Пытаться Это Заувалировать Или Сделать Каким-то Нейтральным Пусть Аллах Субханаху Убережет Нас От От Заблуждений Пусть Аллах Субханаху Убережет Простит Нам Наши Грехи Явные Тайны Простите Аллаха Прощение Сегодня Мы Живем Во Времени Когда Появляются Люди Имамы Проповедники Которые Пытаются Убедить Мусульман В том Что Новый Год Является Обычным Праздником Не страшным Который Дозволяется Праздновать И Ничего В этом Такого Страшного Нет Это Ничто Иное Как Невежество И Заблуждение Потому Что Каждому Даже Не образованному Мусульманину Становится Ясно Что Это Идеологический Праздник И В нем Есть Действие Нормы Которые Противоречат Исламу Как мы Упоминали Это Дуа Тауав Надежда Упование И тому Подобное Эти люди Обязательно Скажут Ваххабисты Запрещают Радикалы Радикальные Исламисты Исламисты Мусульмане Запрещают А мы Вот Такие Все Пушистые Мы Дозволяем В Исламе Нет Понятия Мое Или Твое В Исламе Нет Понятия Ислам Он Имеет Окраску Национальности Культуры И тому Подобное Ислам Он Белый И остается Белым Либо Ты его Принимаешь Таким Как Какой Он Есть Либо До свидания Аллах Субханаху Не примет Его Общество От Аллах От общества Не примет И самое худшее Что человек Станет во главе Заблуждения Которые Он Распространял И Обратите Внимание Порой На доводы Этих Людей Которые Говорят В нем Нет Ничего Это Праздник Счастья Радости Детство Вот Когда Вы Смотрите На елку У вас Теплые Чувства Воспоминания Потому Что Эти Все Люди Жили В Советском Союзе Они Выросли С этих Садиков И Теперь У нас Воспоминания Оказывается Этих Чувств Вот Этих Теплых Этого Совка И Поэтому Ислам Остается Исламом Если Он Запретен Если Даже Ты Его Празднуешь Скажи Что Он Это Харам Ну Празднуй Нежели Скажешь Это Халяль Ведь Это Хуже Человек В меру Своего Имана Он совершает Грехи И упущения Но Лучше Сделать Грех И Знай И Утверждать Что Это Грех Нежели Оправдывать Себя Одеваться В Дед Мороза Снегурочку И тому Подобное И кричать Такмир Аллаху Акбар И Поэтому Все Эти Действия Являются Большой Ошибкой Этих Проповедников Возможно Они Это Говорят Недобровольно Возможно Их Принуждает К этому Аллахим Судья Но Самый Главный Вопрос Что Истина Должна Оставаться Истиной И Сегодня В преддверии Этого Года Начнется Различные Споры Чаты И тому Подобное Люди Которые Вчера Совсем Были Этническими Мусульманами Просто Были Они Обычными Мусульманами Которые Родились Просто Мусульманами Они Прожили В период Советского Союза Прожили Светскую Жизнь И вот Сегодня Начали Соблюдать Им Тяжело Порой Оставить Эти Праздники Друзья Зовут Родственники Приглашают И Им Вот Такие Фетвы Являются Прям По Душе Потому Что Я хочу Соблюдать Ислам Но Чуть Хочу Оставить За Собой Еще Старые Какие-то Свои Привычки Такие Фатвы Такие Призывы Они Только Заставляют Людей Деградировать И не Развиваться И не Познавать Больше Ислам И ты Можешь Сегодня Увидеть Мусульман В соцсетях Которые Одна Толпа На другую Толпу Друг Друг Доказывают Ничего Не Докажете И Поэтому Когда Вы Родители Будете Говорить Своим Детям Будете Говорить Друг Друг Что Это Не Наш Праздник Тогда Все Закончится Но Не Оставлять Надежды Если Ваши Дети Ходят В Школы В Садики Где-то Праздуют Не Водите Их В Эти Дни Сделайте Им Праздник Другой Пусть Они Ждут Курбан Рамадан Пусть Они Лучше Каждую Пятницу Ждут Что Мой Отец Пойдет На Джума И Что-нибудь Принесет Ему Вкусное Приятное Потому 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 Что Фитра Человека Ждет Всегда Радость Человек Не Может Целый Год Жить В Давлении Ему Хочется Расслабиться Праздновать Так Создайте Для Друг Для Друга Праздники Эти Я Прошу Аллаха Субханаху Ата'аля Чтобы Он Исправил Нашу Умму Дал Ей Правильных Знаний Правильное Понимание Очистил Сердца И разум От заблуждения От Нововведения И неправильного Понимания Религии Я Прошу Аллаха Субханаху Ата'аля Даровать Нам Полезных Знаний Показать Нам Истину Истиной А лож Ложью И дать Нам Возможность Последовать За истиной И отдариться От лжи Субханаху 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 Субханаху